Во время Испании запрещается рассказывать какие-либо детали, особенно пакостных грехов, ну, плотских грехов. Категорически запрещается! Совершили блуд – значит, блуд! И нечего рассказывать, расписывать! А некоторые не каются, а просто уже погружаются в эту картину, сами вновь переживают! Понимаете, что творится? Это является тяжким грехом! Ни в коем случае нельзя! Вообще, все грехи, связанные вот с этим плотской вот этой стороной, они только называются, и больше никак! Вот, это великий грех! Потом, подчас молодые совсем подходят к молодым батюшкам, но он посимпатичнее! Вы слышите? Вы что, не можете найти более пожилого человека, чтобы поисповедаться? Вот это с одной стороны. С другой стороны, вот это на моих глазах, это было, моя очень хорошая знакомая рассказывала одна, как она попала к одному архимандриту, да... И потом она мне говорила, что слава Богу, что я уже была не молодой девушкой! Я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной, о таких грехах спрашивал, что это стыд и срам! Другая, ну, не будут детали всех, кто подбегает, вся в слезах! Это всё там у нас, в лавре! Да, в слезах подбегает! Скажите, я говорю, да некогда мне иду, у меня заседание! Прошу вас, и вот две минуты! Я была сейчас, ну, называет, у кого? Я ей был лет за пятьдесят! Вот, я уже мать детей, всё! И меня исповедует этот молодой романах! И начал о таких пакостях спрашивать! Что я не знаю, это же возмутительно! Она вся аж зарыдала! Я говорю, ну, что ж вы тогда спрашиваете? Вы сами себе на вопрос уже и ответили! Больше не ходите к таким на исповеди! Вот что делается! Можно и своей исповедью нагрешить против священника, и священнику можно нагрешить против верующего! Поэтому с обеих сторон надо быть очень и очень целомудренным! Вы слышите? Целомудренным! И там, где нет этого целомудрия, там это не исповедь начинается, а развращение! И там, где нет этого целомудрия! Субтитры создавал DimaTorzok